В Херсонской области идет нормальное классическое развитие региона. Был проведен референдум, и люди проголосовали за вступление в Российскую Федерацию. Сейчас активно осваиваются левобережья, внедряются цифровые сервисы, и осуществляются выплаты социальные, налаживается как-то по чуть-чуть мирная жизнь. Понятно, что очень много вопросов, очень много сложностей, но тем не менее люди проголосовали за Россию, они понимают, что Россия, во-первых, это социальное государство, это 100%, в отличие от Украины, которая абсолютно все равно на простых граждан, Россия пытается защитить, пытается платить людям, пытается помогать всячески, и выдает жилищные сертификаты, и возможность переезда в другие регионы РФ. Пенсионные выплаты осуществляет разные социальные, у нас суммарно 16 типов выплат, которые мы проводим каждый день. Это совместно и Пенсионный фонд, и Управление труда и социальной политики, Министерство социальной политики. И занимаюсь именно этим блоком в плане создания инфраструктуры, в плане программного обеспечения, объединения этих служб, чтобы всех посчитать, всем понятно, с кем мы имеем дело, с какими гражданами, что кому заплатили, чтобы был какой-то учет, чтобы гражданин мог обратиться в любое отделение вышеназванных организаций, и мы могли найти сразу в облаке его учетные данные. То есть Россия вот в этом плане очень хорошо налаживает работу. Второй момент, инфраструктурные проекты, дорогу, которая идет от Донецка до границы с Крымом, до Джанкоя, просто идеальнейшая трасса, ее в кратчайшие сроки просто прокладывают. При Украине таких дорог не было никогда в жизни. Какие-то эти все волыки будивнысты, Зеленского, это все просто пиар. А Россия бац взяла и сделала очень быстро, в сложных условиях, условиях военных действий, просто проложила идеальную трассу. Вот этим мы и занимаемся. Первое, что сделали украинцы, как только покинули Херсонскую область, да и все остальные регионы, они просто отключили все базы, они тоже были облачными, потом просто нажали на кнопку и все исчезло. Поэтому это главная была наша задача, снять социальное напряжение, потому что идут боевые действия, не было рабочих мест, был очень сложный период, когда все только-только устанавливалось. Нужно было как-то гасить социальное напряжение. А для этого нужно людей посчитать, нужно пройти какую-то первичную верификацию, то есть пригласить их в офис пенсионного фонда или управления труда и социальной политики, снять какие-то паспортные данные, внести их в систему и таким образом начислять выплаты. Поэтому мы это проходили полностью с нуля. У нас сейчас в нашей базе данных, который наш департамент занимается, у нас 250 тысяч верифицированных граждан. Это прям карточки гражданина, где мы просто все знаем об этих гражданах. У нас есть номера телефонов, есть место жительства, есть место, куда они эвакуировались после определенных событий. И мы можем к ним достучаться, мы можем им помочь, мы можем даже людям, которые в неподвижном состоянии, есть наш подвед, это почта Херсона, которая доставляет любые социальные выплаты, то есть мы этих граждан знаем. И это принципиальное отличие вообще России от Украины, потому что Украине на граждан пофиг, у всех их считаем, во-первых, априори, по умолчанию мы их считаем своими гражданами, и нет никакой дискриминации, то есть даже если человек не хочет по каким-то причинам вступать в российское гражданство, не хочет подавать документы на получение паспорта, мы, тем не менее, все социальные гарантии, все социальные выплаты, которые положены гражданам Российской Федерации, они положены абсолютно всем проживающим. Включая жилищные сертификаты и возможность пойти купить квартиру в регионе, в любом Российской Федерации. Были некие трудности, были предостережения граждан о том, что если я сейчас возьму сертификат, возможно, я лишусь права собственности на свое имущество, которое осталось на оккупированной украиной территории, тем не менее, мы активно доносим через все каналы коммуникации, что это не так, что как только Россия восстановит свое влияние в конституционных границах, вы сможете воспользоваться своим имуществом, оно никуда не денется. Тем не менее, можно сейчас пойти, взять сертификат и уехать в любой регион Российской Федерации и купить недвижимость. Такого просто не бывает больше нигде. Ну, это в первую очередь те, кто там просто проживали банально. То есть они жили на левом берегу, для них ничего не изменилось, но, допустим, они не хотят получать российское гражданство. Это их право. Это их право гражданина, мы не можем это навязывать. Те, кто переехали, это осознанный выбор. Там, ну, скорее всего, они пошли, получили паспорт, потому что они поверили. Ну, кто хотел остаться с Украиной, они остались в Херсоне. Кто-то, откровенно говоря, говорит, ну, это мой город родной, я не хочу никуда ехать. Я знаю, что все будет хорошо, Россия вернется. Все будет нормально, мы дождемся. У кого-то пожилые родители, да, не мог выехать. У кого-то еще какие-то причины. Ну, это нормально, это жизнь. Мы не можем просто всех в большой областной центр взять и загрузить в автобусы и перевезти. Россия так не действует. У нас все-таки мягкая сила. Мы дали возможность людям эвакуироваться, делали для этого все возможное со своей стороны. На левом берегу лояльность очень высокая. Вот если в Херсоне были еще вопросы, там было, разные были люди. Понятно, что все равно большинство было за нас, потому что был проведен референдум, мы видели эти настроения, мы видели, что люди с какой-то опаской, с бэкграундом украинской пропаганды, да, то есть они там присматривались, но тем не менее они наблюдали собственными глазами, что с приходом России началась развиваться экономика, там беспроцентные кредиты для фермеров, это все-таки агропромышленный регион, социальные выплаты, магазины, рестораны, все работало. Формальная граница Херсонской области, это вся Херсонская область, включая два населенных пункта Николаевской области. Эти все территории, согласно референдуму, вошли в состав Российской Федерации. А то, что временно там идет какой-то контроль, либо неконтроль вооруженными силами, это такое, это военная операция, она имеет свои границы. Мы считаем всю Херсонскую область территорией Российской Федерации.